так ребят всем привет это канал лазарев тактика с вами константин лазарев я нахожусь на выставке армия 2018 на стенде компании 9 на 39 и у меня в руках как видите вот такая вот замечательная машинка но вы все знаете что я очень-то небольшой фанат страйкбола я не увлекаюсь но очень люблю всякие вот такие вот редкие исключительно уникальные штуки которые созданы по образу и подобию специального оружия которым я испытываю особенную любовь это у нас под c14 гроза я про такой свое время снимал сюжет в туле очень классная машинка это настоящий на самом деле в реальности трансформер у него существует по моему как минимум три модификации это штурмовой автомат снайперская винтовка и автомат на гранатометный комплекс и вот наконец-то такая штука вышла страйкбольном варианте ну честно скажу вот чисто по размеру да очень скажем так близок к оригиналу но на мой взгляд потяжелее даже будет чем оригинал то есть вам не покажется что у вас руках пластиковая игрушка вы будете такую там брутальную вещь маты сейчас я попрошу наверное чуть подробнее про этот образец рассказать представителя стенды непосредственно вручаю и становлюсь теперь оператором предоставляем ся я директор компаники это 9 полгода назад у нас возникла идея создать разум можно были все силы инженерные на ее создание мы как бы создали не просто штучный образец а мы целую платформу которая на базе которой будет изготовлено я автомат электрический электропневматический и ввд автомат то есть наши реплики страйкбольные будут как ввд так и аек они будут также модульные как и боевая гроза если будет меняться блокометный комплекс автомат становиться и ну и кучу версия вообще короткая вот у нее свои собственные уникальные магазины кстати он совместимый с магазинами ака страйкбольный вот это первый действующий образец то есть на воздухе то есть на ввд можно посмотреть вот внутри я посмотрю внутряночку ребят я надеюсь вам видно видите как все тут сурово насколько близко сборка-разборка к оригиналу очень похоже потому что даже вот затыльничек все это вот то есть то есть я очень большое внимание уделяли деталировки просто серьезный внимательный анализ который позволил создать такую штуку то есть но именно это внимание к мелочам было максимально да вот мы просто до мелочей на всех вот цельное приспособление также идет 3 как оригинальный то есть три переключается кнопочка стопор насколько я понял он также как гроза будет иметь все аксессуары дополнительные то есть рукоятку переднюю можно будет из него штурмовой автомат снайперский сделать да а гранатомет какой будет не мутыкляться прям гранатомет точно такой же как страйкбольный который он смысл как боевой по внешнему виду один как боевой будет совместим с максимальным количеством выстрелов страйкбольный который существует сейчас то есть это так инновейшн ну и других производителей ну с весом да мы здесь немножко переборщили но действительно как бы старались все очень крутарились сделать все остальные узлы крепления то есть будем работать какие-то детали заменим на штампованные какие-то на гераллюминиевые внутри именно узлы крепления чтобы как бы максимально сделать его близко к оригиналу в принципе оригинально с гушителем сама смотрели она весит 3,2 килограмма или 3,4 то есть наши не сильно тяжелее то есть она где-то в этом месте а какую скорость будет выдавать ну конкретно это воздушная ВВД она позволяет вот в таком варианте со стволиком у нее сейчас стволик 509 миллиметров стоит она получается может стрелять от 90 метров в секунду где-то до 180 до 190 то есть просто переключая ВВД-система изменяя давление перенастаивая то есть группа пользователей может перенастроить точно так же здесь работает предохранитель переводчик огня все как на оригинале вот тяга то есть блокирует спусковой крючок когда ожидать воздушные автоматы мы будем поставлять в магазины с сентября может быть начало ноября АЕК ноябрь Новый год автомат появится ну мы как бы у нас еще много интересных вещей но мы про них молчим то есть вот когда будет потому что это рассказывать пользователю про вещи которых не появится или не скоро появится они перегорят а это вот гончу неделю назад мы показали прототип просто в железко через неделю мы показали действующий автомат